Вот как только человек приблизился к себе, он себя понимает, чувство собственного достоинства стало правильно, человек стал правдивым, честно начал жить, не обманывает себя. Как женщины говорят, он меня бросил, или я от него ушла. Чувствуете разницу, я от него ушла, или мы расстались, когда она сама бросила. А когда он бросил, она говорит, он меня бросил. Поэтому если женщина говорит, мы расстались, я говорю, понятно. Или мужчина так говорит, не хочет человек признавать, надо признать. Признание делает человека осознающим себя, он встает посередине, в центре своего сердца, и дальше начинается путь вглубь. Это называется внутренняя жизнь или увеличение смирения. Знаете, что такое смирение? Это приближение к душе. Когда человек увидел душу, знаете, как он себя чувствует? Он чувствует себя бесконечно маленьким, бесконечно беспомощным, без Бога. А с Богом вместе, когда он его вспоминает, он чувствует себя бесконечно могущественным и сильным. Потому что в душе сочетаются две несовместимые вещи совершенно. Человек, когда он чувствует себя как душу, он становится бесконечно смиренным, означает, не претендующим ни на что. И одновременно бесконечно могущественным, означающим, способным на все. Чувствуете, какие несовместимые вещи? То есть в обычной жизни человек, который себя считает маленьким, он ни на что не способен обычно. Когда человек себя считает большим, значит, он уже что-то может. Но когда человек считает себя маленьким и смиренным, при этом огромной силой обладает, это значит, он чувствует себя как душу. Нет другой причины, почему так бывает. Это называется смирение. Смирение не означает униженность. Не может человек униженный быть смиренным, потому что чувство собственного достоинства является основой смирения. Если человек не смиренный, не достойный, он не может даже внутренней жизнью начать жить. Чтобы начать внутренней жизнью жить, твоя психика должна в центр встать, совместиться с душой. Ты должен в настоящее попасть и должен быть не униженным, не гордым. Должен стать самим собой, принять себя. А то, что понято с трудом, то мне дороже. И тогда в этот момент человек может заглянуть внутрь себя и увидеть там что? Сначала что человек внутри себя видит? Счастье видит. Счастье. Сначала счастье, потом за счастьем находятся грехи. Они все увеличиваются и увеличиваются. Сначала человек хорошо становится, когда он внутрь заглядывает. Потом дальше он глубже идет, он начинает чувствовать трудности. И это трудности, которые пугают сразу. Меня теряется концентрация, не хочется дальше молиться. Человек говорит, все-все-все, я устал. Только чуть-чуть приблизился к трудностям своей жизни. Сразу устал, сразу тяжело, сразу не хочу. Все. Когда человек терпит это все, идет глубже, глубже, глубже. Плотность грехов нарастает. Все сильнее, сильнее, сильнее. И он в ужасе говорит, да что это такое? Это все мое. Это отверждение. Не бойтесь ничего. Так и есть, все так и есть. Но ничего тут страшного нет. Потому что, когда человек начинает сжигать свои грехи, они сгорают очень быстро. Когда человек работает над собой, он привыкает работать над собой, привыкает побеждать трудности судьбы, он уже не боится судьбы. Обычно люди пугают судьбы. Человеку, когда о его жизни говоришь, он пугается. Поэтому не все достойны слушать про себя. Я только у одного астролога был настоящего в своей жизни. В Южной Индии. Он мне все рассказал про мою жизнь. Но не про будущее. Когда я про будущее его спросил, он посмотрел на меня, говорит, не лицемерен перед собой. Все, что тебе нужно, Бог тебе покажет сам. Зачем ты у меня выпытываешь? Знать о будущем – это ответственность большая. А вдруг ты не выдержишь эту информацию? Но это хорошее знание. Можно заранее подготовиться. Смирение – это путь к себе. Когда человек увидел душу, он почувствовал себя естественно, смиренно и хорошо. Душа, она естественно очень смиренна. Смирение – это не означает, что человек стал каким-то униженным, замученным. Смирение – это высшее проявление чувства собственного достоинства. Когда человек чувствует себя смиренно, он чувствует себя очень сильно. Это очень сильная позиция. Могу вам привести пример. Вот кто был на лекциях Шалва Аманашвили и Патта Аманашвили, они видели эти люди, как эти двое, отец и сын, ведут себя на сцене. Посмотрите, как они общаются с людьми. У них очень глубокое смирение. И когда я вопрос, а мой сын, моего сына побили, и он тоже хочет побить. Видите, он как бы вроде неразрешимая ситуация. Если ребенку не дать побить, он будет униженным. Дать побить, он будет бармалеем. Что делать? И он так замечательно ответил, да? Он просто отошел от этой ситуации и говорит, ну, подойдите к себе ребенку, поговорите с ним, успокойте его. И скажите ему, вот ты его побьешь, он тебя побьет, он тебя побьет, ты его побьешь. Когда-нибудь это закончится? Никогда не закончится. Значит, это не выход. Выход в другом. Видите, как он легко решил ситуацию. Почему? Потому что у него позиция смиренная очень внутри. Он смотрит добрыми, смиренными глазами на тебя, глазами души. Это глаза души называются. Я разок был в Сергеев Посаде. Я искал веру свою. И в Сергеев Посаде очень много реализаций пришло. Мне показали там... Я тогда глупый был, мне было тогда лет 19, наверное. Мне показали одного человека, говорит, вот святой человек. Ты искал святого человека, к нему такая очередь стоит. Такой... Ну, такой... Небольшой человек, невысокого роста, худенький такой. Глаза... Как у ребенка. Простые такие, простые, добрые глаза. Я говорю, так он как ребенок. Я говорю, какой он же святой. Я думал, святой это такой, знаете. Такой очень как бы... Очень. А он такой простой оказался человек. Душа, она как ребенок. Когда ребенок рождается, судьба не действует через него. Вернее, она действует, но она... В сердце ее не видно. Сердце чистое у ребенка. И мать, глядя на ребенка, видит что в нем? Душу. И так как она видит душу, поэтому она всю жизнь его и любит. Своего ребенка. Точно так же муж и жена должны... Они, когда мужчина и женщина первый раз встретились, они что видят друг в друге? Душу. Бог показывает им. Это называется демоверсия. Любленность означает демоверсия. То есть try and buy. Ну то есть сначала Бог показывает самое хорошее. Мы любим... Первая любовь моя земная. Утро мои глаз. Утро глаз. То есть я вижу чистоту, красоту. Все самое лучшее в человеке вижу. Это Бог показывает душу в другом человеке. Ну чтобы люди как-то хоть женились. А то как вообще дети не будут рождаться в семье? Ну хоть как-то людям дать возможность жить вместе. Он показывает самое лучшее. Одного священника спросили, как мне семью сохранить? Он говорит, вспоминай. Молись и вспоминай, как ты встречался первый раз со своим близким человеком. Что ты видел в этом человеке, это и есть суть его. А все остальное наносное. Вспоминай то, что ты видел с самого начала и всегда относись к нему так, как ты видел с самого начала. И у вас будет счастье. Видите? Но чем более гордый человек, тем меньше он хорошего видит в другом. Тем больше маленькие хорошие черты в нем самом нравятся ему, тем меньше хорошего он видит в другом. Я когда лекции начал читать, а знаете, как их читал? Я развил себе мистические способности 16 лет. Знаете, как я их развил? Мне сказали, ну как бы я узнал из йоги, что если человек вот сюда концентрируется, ни с кем не разговаривает, очень сильно сюда концентрируется, через полгода у него открывается видение тонкого мира, видение людей изнутри. Я полгода не разговаривал ни с кем. Учился в девятом классе, не разговаривал просто ни с учителями, ни с кем просто. О-о-о. Мать сама сходила. Ну я пришел к этому, я понял, что это правда, это работает. Начал чувствовать людей изнутри, все почувствовал, видел. Вот. И потом лекции начал 23 года читать, я лекции начал. Знаете, у меня как первые лекции протекали? Садятся люди. Я им немножко теорию рассказываю, и потом. Вы не встали рано утром. Она, да, плохо. И так далее. Вся лекция вот только из этого состоит. Ну это, то есть я смотрю на их недостатки, обличаю всех, обличаю. Ну всю лекцию, короче. И в основном люди придут, посидят у меня на лекции один раз, и уходят потом. Другим рассказывают, он там все видит, все обличает. Новые приходят люди. И какие-то несколько человек остаются такие, они на все готовы. Преданные такие, верные. Они готовы слышать все о себе. Потом одна бабушка подошла ко мне, говорит. Ты, говорит, все правильно говоришь про других. Такая замолчала, долго смотрела на меня, оценивала. Потом так смиренно, спиренно, тихо сказала. А надо все правильно говорить про себя. И пошла. Супер. Это был первый хороший такой урок для меня. Ну то есть мы видим все в других. Это не означает мудрость. Мудрость это видеть в себе. А в других видеть хорошее сначала. И тогда ты никогда человека не разочаруешь. Как знаете, к некоторому астрологу или психологу приходишь, и он начинает тебе карту раскрывать твою. У тебя два брака. А ты на первом, да? Значит все. Можно уже паспорт в ЗАГС сдавать. Ждать второго, да? Брака. Или там, скоро помрешь, все нормально. Не беспокойся. Осеннее пальто можешь не покупать. Очень такой благородный астролог такой хороший. Какая цель у него? Показать себя. Не помочь человеку, потому что это не помощь. Вот так рубануть человеку психику, и он всю жизнь потом будет думать о том, что может быть он еще не готов знать. Но самое главное, чаще всего такие люди, они не знают события, не могут его понять. Событие ведь дается для того, чтобы его победить. Даже если событие непреодолимое, все равно человек, который побеждает события, ему Бог говорит, зачем так? Почему ты должен сейчас уйти из жизни? Потому что есть, как бы, нужен в другом месте уже. Бог дает это знание, почему ты должен сейчас уходить. И человек спокойно уходит. У него нет проблем. Но если человека рубит, психолог, астролог, значит, он недостоин этим заниматься. Психолог, астролог, консультант должен счастье человеку подарить. Если он что-то ему сказал, должен дать ключ, как это победить. Нет ключа, нечего говорить. Молчи лучше. Видите, гордость не дает возможность развиваться. Что такое гордость? Гордость это то, что возникает на добрых делах. На злых дерах гордость не возникает. Добрые дела, но ты хороший поступок, который ты совершил, этот поступок хороший, он, видите, как говорят, добрыми делами проложена дорога куда? В ад. Это очень мудрое изречение, но оно имеет только часть правды. Это не вся правда, только часть правды. Давайте разберем эту часть правды. Вот смотрите, допустим, я решил, допустим, не пить, бросил пить. Прошло полгода, я встречаю пьяного человека. Что он? Какая реакция у меня? Да. Фу. Иди отсюда. Что это? Гордость. То есть ты, то есть гордость это всего лишь этап развития личности. Гордый человек означает начинающий свое развитие. То есть человек сделал какое-то доброе дело. Первое, что приходит в сердце, гордость. Мясо перестал есть противно все, кто едят мясо. Гордость. Тебе должно быть противно от того, что тебе противно. Это называется смирение. Итак, видите, гордость всегда означает, что человек в прошлом делал очень много добрых дел. Но не пошел дальше в развитии себя как личности. Другими словами, гордость соткана из силы человека изнутри. Маленький ребенок, допустим. Как определить, что ребенок будет большим человеком? Вот родился ребенок, как определить, что он будет сильной личностью? Какое поведение у него будет? Правильное? Вот вы и ошиблись. Да. Когда у человека очень много благочестия, он рождается с ним. Ребенок очень сильно проявлен как личность с самого начала. Вот, допустим, если у него природа мудреца, ребенок рождается, у него много благочестия. Он смотрит на всех как мудрец. Это правильно или нет, будучи ребенком, на всех как мудрец смотреть? Нет, конечно. Ему папа что-то говорит, он смотрит на него. Он сам знает, как правильно, что ему говорить. Или, допустим, природа у человека, руководителя. Знаете, как выражена сильно природа сильного руководителя? Знаете, как рождается ребенок, сильный руководитель будет? Знаете, как он выглядит? Маленький ребенок совсем, грудной. Такой взгляд. Он на всех как начальник смотрит. Кто такое видел, такой взгляд у ребенка? Вот, значит, у вас начальники родились. Знаете, такой... И так далее. Ну, то есть, поймите, благочестие у человека отнюдь не проявляется сразу, как что-то такое хорошее. Благочестие проявляется, как конфликт с этим миром. Поэтому первая стадия религиозного развития какая? Фанатизм. Когда человек встает на духовный путь, и он становится фанатиком. Почему? Это означает гордость. Гордым становится. А смирение что такое? Это приближение сначала к душе, то есть к самому себе, а потом дальше, когда ты к себе пришел в душе, куда надо дальше идти? Назад, к Богу. Назад опять, еще назад, еще дальше назад, то есть еще глубже в себя. Ну, это не значит, что ты при этом не видишь этого мира, себя зарылся. Это неправильно. Чем больше в себя, тем больше в других. В себя идем для того, чтобы всем помогать, всем служить. Смирение следующее, да? Черта характера. А следующая какая? А больше никаких нет. Первая правдивость, последнее смирение. А все остальные находятся между ними. Черты характера. Что такое целеустремленность? Это черта характера. Целеустремленность – это сильное желание от правдивости к смирению. Сильное желание идти туда. Очень сильное желание к Богу. Это называется реустремленность. Или доброта. Что такое? Доброта – это то, что помогает человеку быть правдивым. Если человек злой, он никогда не будет правдивым. Доброта означает желание видеть душу в людях. Заботиться о них. Как о душе. Даже собаке надо видеть душу стараться. Даже когда она гавкает. Потренируйтесь. Видите, вы увидите, что она гавкает. Она просто сильно боится внутри. Это страх заставляет ее лаять. Простота что такое? Простота означает, что человек применил правдивость по отношению к себе. То есть он перестал лицемерить. Начал вести себя, какой он есть, как он есть. Означает просто. Вот какой есть человек, такой есть простое, простое поведение. Означает правдивость по отношению к себе. Простота. Есть черты характера, которые сильно переломляются через мужское и женское тело. Например, скромность. У мужчины, если скромность проявлена, это очень высокий уровень. У женщины, естественно. Женщина, естественно, скромная, потому что она очень чувствительная. Ей неловко быть нескромной. Поэтому она скромная, естественная. У мужчины, естественно, храбрость, потому что он как бы видит цель, не видит препятствий по природе. Поэтому он храбрый. А для женщины храбрость это очень круто. Если женщина храбрая, означает очень развитая. И так далее. Ну, храбрость, по сути дела, означает, что человек чувствует вечность. Вечность. Настоящая храбрость. Что это такое? Человек знает, что он не умрет. Знаете, как это происходит? Если вы когда-нибудь в молитве узнаете про свою будущую жизнь, куда вы попадете в результате своей духовной жизни, почувствуете свое будущее, свое духовное. Бог вам покажет. Вы будете знать точно, что это мое. Дальше я туда попаду. То вы не будете бояться ничего. Что бояться? Все нормально? Храбрость. Такая черта характера. Решимость. Что такое? Когда человек наполнен чувством победы, он чувствует Бога, он чувствует правильность жизни, чувствует свою миссию для Бога, он чувствует душу в людях, он становится очень решительным. Решимость означает, что сильное желание туда двигаться, где есть счастье, где есть чистота, где есть глубина. Он уже точно знает, что ему надо туда. У него нет сомнений. Это означает решимость. «Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время...» К времени он обращается, к времени такой человек, решительный человек, не боится времени. Говорит, прикажи время. «Пришло время, прикажи, что дальше делать. Я не струшу». Решительность означает чувство чистоты, чувство истины, ощущение истины. Что такое чистота? Это тоже качество характера человека, чистота. «Есть сила, есть чистота». Это два качества разума – сила и чистота. Как вы думаете, что сначала к человеку должно прийти – сила или чистота? Все женщины сказали – чистота, потому что они женщины. А мужчины, они говорят позже немножко, потому что они не сразу соображают. У них чуть-чуть замедленная реакция. Поэтому мужчины промолчали. Мужчины, что главнее? Сила. «Богатырская наша сила, сила воли и сила духа». Да, правильно. Для женщины сначала чистота. Чистая жизнь должна быть, чистая. Чистые отношения, чистый порядок в комнате. Чисто. Поэтому Мальвина, помните Мальвина? Она всегда Бугаратини говорила – это неправильно делать. Это так надо делать, Мальвина. Каждая женщина – Мальвина. Это у меня жена постоянно мне говорит, что правильно, что неправильно. Чистота главная в женщине. Потому что чистота – индикатор души для женщины. Если женщина теряет чистоту, она теряет разум. Надо быть чистой, означает целомудренной. Какая основа чистоты для женщины? Быть верной близким людям. Не изменять. Основа чистоты. Все. Это самое главное. Верность дает силу разума женщине. Вернее, это женская сила разума. Чистота. Мужская сила разума – это сила. То есть ему нужна… Как мужчина разум развивает? Если мужчина ленивый, постельный, незакаленный, слабый, не может быть разумным. Мужчина разумным становится, когда он себя заставляет бегать, штангу тягать, закаляться, вставать рано утром, терпеть трудности для мужчины. Для женщины не являются важными вот эти вещи. Женщина не должна издеваться над собой. Она встает, как может. Пораньше, как может. Пораньше. Ну, как может. Не попозже, как может, а пораньше, как может. Но если она начинает издеваться над собой, она теряет себя, как женщина. Потому что она становится грубой. Грубой. Энергия любви – основа женского рождения. Итак, смотрите. Женщина, когда становится чистой, она потом становится сильной. Ее сила разума опирается на чистоту. А мужчина, когда становится сильным, он потом становится чистым постепенно. Потому что слабый мужчина никогда не может быть чистым. Допустим, мужчина слабый изменяет жене. Почему? Потому что он слабый. А женщина почему верная? Потому что она чистая. Чистая. Мужчина не может быть чистым сразу. Женщина может, мужчина не может. Потому что женщина живет сердцем. У нас три есть зоны разума. Есть вот эта зона мужская. Здесь находится у мужчины сила. Мужчина здесь сила. И он выносит мозги жене этой силы. Называется демагогия. Вынос мозгов жене. Вот здесь вот. У женщины здесь слабое место. Дырка. Воронка здесь у женщин. Она все впитывает очень хорошо в себя. И так она познает мир. Она все впитывает. Но если грубость, она соприкасается с грубостью, то она не может это впитывать. У нее и парализует мышление. Она не может. И мужчина, когда муж начинает на нее давить. Я тебе... Она чувствует. Что-то я ничего не понимаю. Что он от меня хочет. Мне блокируется здесь все. Она ничего не соображает. Что он хочет, я вообще не понимаю. То есть у мужчины здесь сильное место. Означает, это как раз вот эта зона связана с силой разума. Силой. А вот эта зона сердца связана с чистотой разума. Здесь тоже центр разума находится второй. Он связан с любовью. Это со знанием. Поэтому мужчина для знания рождается. У него здесь сильное место. Женщина для любви рождается. У нее здесь сильное место. Здесь сильное место в сердце у женщин. Означает, у нее сильная позиция в плане любви, отношений. эмоций в ней много и она эмоционально когда мужчине начинает что-то тебе сказала эмоционально очень у нее здесь дырка нет защиты он не может терпеть эмоции женским больно ему и как что такое скандал мужчина надавил у женщины замкнула здесь не здесь замкнуло она выдала здесь эмоционально его замкнула здесь он выдал здесь ей замкнуло еще больше здесь она выдала здесь и пошел вот процесс нарастания потом сначала идет нарастание звука потом дальше вход идет посуда и так далее потом когти идут в ход женщина царапает человека когда берется мужчина бьет это результат слабости непонимание если видите жена вот так в таком состоянии находится дальше ничего не говорить все дальше будет скандал видите муж как бы вот так стоит как национально напряженным все дальше ничего не говорите все парализован больно ему очень для человека состоянии боли находится разум не действует в это время объяснить ничего невозможно разум действует только когда человек спокоен поэтому объяснять все надо очень спокойно по-доброму и в него вот сколько вошло столько вошло сначала человеку входит очень глубоко все он даже если он что-то поймет он вам не скажет об этом не покажет вида потом постепенно все наружу выходит со временем